2 сентября традиционно откроется возложение цветов к памятникам основателям. В 9 утра начетные граждане Одессы, все, кто хочет присоединиться к этому службе города, будут возлагать цветы. В 10.00 мы ожидаем присутствия всех иностранных делегаций. Я уже говорила, что это будут представители из порядка 50 стран, из которых 32 – это главы дипломатических миссий, это послы, аккредитованные в Украине. Они в 10.00 прибудут на Думскую площадь на церемонию поднятия флага. Ну и торжественная процедура, которая будет сопровождаться не только поднятием флага, но и очень интересными моментами – это вручение лент почетных граждан, еще два имени в этом году. Мы планируем в этот же момент вручить ключи от 14 квартир детям, которые получают… Дети-сиротам, которые будут получать жилье от государства и от города. Это совершенно уникальный проект. Я думаю, что это тоже все пройдет в 10.00 во время поднятия флага. Дальше мы перемещаемся по Приморскому бульвару, во втором крыле Приморского бульвара, по сделанным уже лестницам и лифтам спускаемся в Греческий парк, где будет в 11.00 презентация первого блока, так называемой «арт-зоны» Греческого парка. Ну и тоже встреча с гостями, которые специально летят на эти празднества, включая очень высокий уровень гостей из Греции и из Перея. И после этого мы перемещаемся в 12.00 часов на «Аллею звезд». На «Аллею звезд» в этом году, как вы видели, рекордное количество имен, 12 имен. После этого в 12.45 – это роспись, бракосочетание, создание новой одесской семьи, которая состоится в отремонтированном дворце бракосочетания. Дальше в этот день в 16.00 мы всех приглашаем на карантинную аркаду, где будет выставлен второй этап нашего музея, будет выставлен кадм, архаичное судно. Он будет выставлен именно там, а не в той зоне, где будет музей, потому что его будут опять возвращать, и он будет принимать участие в экспозиции в этом году. И после этого он уже весной следующего года вернется и будет уже стабильно находиться на территории городского района. Дальше в 17.00 – это открытие скульптуры «Молодой Утесов» в дворике музея Утесова. И предпремьерный показ фильма «Одесса Утесова-14», посвященный нашему городу. Специальная съемочная группа приезжает для встречи. Ну и, конечно же, 19.00 – это галоконцерт на Потемкинской лестнице и праздничный фейерверк. Этим закончится празднование второго часа. Огромное количество людей, которые прибывают к нам по дорогам, и вы видите, какое количество номеров украинских разнообразных городов, разные локации находятся. Мы получили информацию о пассажиропотоке по железной дороге, мы получаем ориентировочную информацию, которая фиксируется у нас по дорогам, и мы получили информацию по роумингу, и мы понимаем, что через аэропорт, где более четко можно проследить, мы там уже давно-давно встретили миллионного человека, но суммарно, если все это представить, то мы полагаем, что как раз с приездом гостей к дню города у нас будет трехмиллионный турист. Мы готовим специальную программу, но это пока маленький секрет.